На сцену сейчас выйдет человек, который дольше всех знает Виктора Архиповича, из всех присутствующих, из тех людей, с кем я знаком вообще. Потому что он учился с ним сначала в классе, на школе, а потом играл в одном коллективе с 67 по 71. И он, наверное, сам о себе расскажет, взаимодействие с Виктором Архиповичем. Встречайте, Владимир Черков. Добрый вечер. Антон, огромной благодарности и Юле за то, что устроили этот концерт у Виктора Луферова. Я дал себе слово, пока я в состоянии, я буду отмечать его дни рождения. И вот вчера в Лютерцах мы проводили концерт. Рассказывать это всю жизнь, придется рассказать, мы всю жизнь дружили, не буду это делать. Вообще, если кому интересно, у меня есть записанная передача для Борт-радио про Витю Луфера, про Веру Матвееву, с которым меня подружил. И про наш ансамбль, там двухчастная такая серьезная работа. И там даже закручен такой сюжет детективный. Если кому интересно, обращайте, все ссылки там. Живем взаймы и не ведем потерям счета. Поснели было то притихшее округа. Мне вдруг поверилось, дойдя до поворота, я непременно опять увижу друга. Ты посмотри, воспикнет друг. Какая встреча. И ночь в дорогу поспешит, чтоб стать вчерашней. А мы немного погрустим о чем-то вечном. И будем спорить до заре о чем-то зряшном. А между тем в один поток сольются реки. И ледники вдруг зацветут. И вдруг растают. И что-то зряшное забудется навеки. И что-то вечное задуматься застает. Все на круги свои, как водится, и снова. Судьба нас бережно ведет к местам знакомым сквозь деберь прошлого. А вначале было слово. И завершится все, как видно, этим словом. Жизнь торопит. Жизнь торопит. И времени нет, а глянутся на марш. Я ответа не жду. И никто мне ответить не сможет. Для чего те, кто были всего на мгновение старше, Так внезапно остались, А целую вечность моложе. Кто взял право себе В эту вечность распахивать двери, Обрывая полетный маршрут на высокой орбите. Кто так мало на звездном планшете Отмеривал вере. Кто кольцом горизонта полет Ограничивал в виде. Не пытаясь загадывать, Впрок не идут мне науки, Проживая назначенный век Непосредством беспечно. Будто после немыслимо долгой И горькой разлуки Пощенячь ласкаюсь Ко всем поперечным и встречным. Я не слышу подсказок судьбы, Я живу по наитью. Но когда заливает Вселенской тоскою без миры, Вдруг неслышно приходит спасенье По имени Витя И уводит негромкое эхо По имени Вера Субтитры создавал DimaTorzok С тех пор, как я сам стал автором, Я по-другому отношусь К произведениям других Авторов, поэтов И какая-то ответственность появилась Гипер В общем, у Луфера я только одну песню по сути пою «Роман с прозрением» Субтитры создавал DimaTorzok Один слепец, в ночь лунную прозрев, За облик мира принял Лик луны бездушный И вновь, а след, след солнечный презрев И умер всем чужой И никому не нужно Как счастлив я, что поводыр слепцов Сверчок, что вел меня вдоль тротуарных трещин В тот миг, что я душой прозрел В конце концов Привел в волшебный сад Я там встретил женщину С тех пор я не смотрю С тоской надежды в небеса Пускай лазурив прям Божественная краска Прекраснее смотреть В прекрасные глаза Нежданные Как стернуть с глаз повязку Редактор субтитров А.Семкин Сейчас Как-то модно Про все такое эзотерическое говорить Есть такое понятие Тотенное животное Как вы думаете Какое тотенное животное Луферово было? Оно здесь прозвучало В этой песне Свечок Свечок И вот у него есть стихотворение Которое он почему-то не амузычило Хотя там все было очень просто Пам-парям Пам-паря-рям Пам-пам-пам Пам-парям Пам-паря-рям Пам-пам-пам В моем башмаке Выделился сверчек Пришлось Ну а как поступить? С тобой Опирай слегка на бочок Прихрамывая ходить Друзья вовновались Ты что, старина? Да так отвечай Пустячок Ну сам посуди Как бы я им сказал Что там Что там Что там Поселился сверчок Подружку Подружку найти Для сверчка не вопрос Пришла Хорошо Налегке И мне словно в детстве Когда-то пришлось Скакать на одном В моем башмаке Удивились друзья Что с тобой опять Да так отвечал Пустячки Но шутка ли сам По суде Рассказать Что там Что там Что там Поселились сверчки Пам-па-рям Сменить башмаки Мне совсем не с руки Ты же знаешь Небось Как дороги Старые нам башмаки Притерся к ноге Каждый гвоздь Когда же детишек Сверчки заведут И жить станут В двух башмаках То я и тогда Башмаки не сниму Нет, я и тогда Башмаки не сниму Нет, я ни за что Башмаки не сниму Я буду ходить На руках Пам-па-рям Пам-па-рям Пам-па-рам Пам-па-рям Пам-па-ря-рям Пам-па-рам Пам-па-рам Сейчас был Самый старший Из участников Сегодняшнего концерта Сейчас на сцену Выйдет Самый молодой Участник Концерта И это значит Нужно Очень сильно Поднять микрофон Максим Рассеншток Добрый вечер Для меня Огромная честь Выступать на таком Концерте Очень серьезном Вроде Вроде слышно А я еще не открыл Нету? Все хорошо Я пока расскажу О своем Молодежном взгляде На творчество Виктора Архиповича Я когда Ознакомился С нашим Жанром Я слушал Что Высоцкого Вис Баракуджаву Такое традиционное И параллельно С этим Входили В мое сознание Песни Виктора Луферова И это было Совершенно другое Его Темперамент Артистизм Донесение До слушателя Того, что он поет Драматизм О песне Песне Я на все это смотрел С широко распахнутыми Глазами Для меня это было Что-то запредельное И гитарный аккомпанемент Тоже в том числе Потом я созрел И сейчас Очень многие песни Иногда пою И шляпу И балладу О музыканте И построю дом себе Из консервных банок И еще много-много чего Всего Из молодежи, конечно, Мало кто Поет песни Луферова Но будем надеяться, Что они будут жить И проходить сквозь поколения О нем будут помнить Вот Начну я свой блог Совершенно нетипичный Для автора Песни Одну из ранних его Называется Песенка о сосне Вчера была сосною Стоявшую в печали Сиреневая крона Тебя венчала Сегодня ж королева И крона, как корона И лес Зеленый принц Твой паш Покорный Сегодня королева Ты на балу принцесс А завтра Каравелла И Ты покидаешь лес Ты завтра Каравелла И кровь Эээээ Оттою Пару спелый И мчать Себя в волнах Ты ветвой Повелела Ты завтра Каравелла А через много лет В волнах И океан Твой Затерялся След В овечье хвостик вцепился репей Овца по-английски шип-шип Ни матери нет, ни у репья, ни отца Корабль по-английски шип-шип Пытаясь из хвостика выдрать репей Овца по-английски шип-шип В заморские страны пустилась овца Корабль по-английски шип-шип С тех пор ничего я не знаю о ней Овца по-английски шип-шип Но знаю, репейник повсюду растет Корабль по-английски шип-шип И значит в далекой заморской стране Овца по англеске шип-шип За морский репейник к овце пристает Корабль по англеске шип-шип Спаршивые овечки, паршивая шерсть Овца по англеске шип-шип Но с песней что взять? Ведь она не овца Корабль по англеске шип-шип Но в песенке этой изюминка есть Овца по англеске шип-шип Ты знаешь теперь два английских словца Корабль по-английски шип-шип, овца по-английски шип-шип. Ну и так далее. Да, должен вам еще сказать, что Виктор Архипович это не только гениальный автор, но еще и теоретик нашего жанра, именно ему принадлежит идея о том, что сущность авторской песни сводится к пяти китам. Булата Куджава, Владимир Высоцкий, Александр Галич, Навела Матвеева и Юлий Ким. А с Висбором он, по-моему, ненавидел. Ненавидел он с Дольским. Дольского совсем ненавидел. А с Дольским, да, у них вообще были жуткие тёрки. Дольский тоже гитарист. Ого-го, какой. А он не в гитаре, прямо. Ну, скорее, да, по жанру, по лиричным песням. Ну, не нравилась поэзия. Да, ну, не то, что... Нет, нет, сам поэт был очень сильный, просто... Я про Виктора Архиповича, я с ним лично очень много разговариваю. Да, 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 да. Тему, когда ему было 40 лет. Ну, еще не было даже. Еще он вроде бы рассказывал, что ему довелось выступать на каком-то конкурсе. Что-то поют про палатки, про леса. Это он, да, у него был свой взгляд на мир. Но, тем не менее, мы считаем его своим и очень ценим его творчество. Одна из песен, по которой можно его узнать, которая еще не звучала, Песня-танец новоявленного матроса. Ты можешь зачерпнуть меня в своей судьбе, Пусть неудачникам я просто буду в родне. А мне плевать, что мне не быть уж юнкою, Матросом плавать я смогу еще вполне. Да, помню, да, да, вам я клятву в юности. Да, кровавой, клянусь, я это не забыл. Но, клятвы, как порог родного дома, Нам чуть-чуть подрос, и вот уже переступил. Но, клятвы, как порог родного дома, Нам чуть-чуть подрос, и вот уже переступил. Я, стыдно, в детстве хорошо воспитан был. Чужая боль была надежной привязью. А про свою я как-то даже позабыл. Но вот теперь меня кривая вывезет. Пусть поздно позднего мне океан скостит. И всем дается ранняя побудочка. Ветер, черт, оттери, давай свисти, Как старый ботсман в ботсманскую дудочку. Ветер, черт, оттери, давай свисти, Как старый ботсман в ботсманскую дудочку. Уверенном щитоплышко на юг, на юг, Как одинокий парус на крутой волне. А мне плевать, что мне не быть лжиенгою. Матросом плавать я смогу еще вполне. Прощай, прости, не плачь, и не горюй, горюй. Пусть не дрожит, дрожит в твоей руке стакан. Все стекла ветром в доме с океана Выветы хоть далеко-далек отсюда океан. Все стекла ветром в доме с океана Выветы хоть далеко-далек отсюда океан. Десятая часть песен Виктора Архиповича Как он сам рассказывал Написана на стихи других поэтов Еще одна ранняя песня На стихи Андрея Вознесенского Юбилей которого мы недавно отмечали 90-летний Осень в Сигулде Или в Сигулде В Сигулде В Сигулде, да Сюда правильно ставится ударение Тоже достаточная, тяжелая песня Связаю с вагонной площадки Прощайте, прощай, мое лето Пора мне, пора мне На даче стучат топорами Мой дом забивают дощаты Прощайте! Написаны сбросили кроны Пусты они и грустны Как ящик с аккордеона А музыку унесли Мы люди, мы тоже по морожи Уходим мы, так уж положено И стен матерей от женщин И этот порядок извечен Прощай, моя мама, Бога Ты стала прозрачна, как кокон Наверное, умаялась сзади Присядем Родина, попрощаемся Буду звезда Ветла Не плачу, не попрошай-ка Спасибо, жизнь, чтоб была Спасибо, что в рощах осенних Ты встретилась, что-то спросила И в самого глаза ошейник А он убирался Спасибо Но вот ты уходишь, уходишь Как поезд отходит Уходишь, мы прочь друг от друга уходим Чем нам этот дом не пригоден Я знаю, что все повторится В друзьях и подругах в травинках Нас этот заменит и тот Природа боится пустот Спасибо за студы и кроны На смену придут миллионы За ваши законы Спасибо, спасибо Но женщина мчится по склону Как огненный лист за вагон Спасите 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 Ну и закончить свое выступление я хотел бы песней Тоже такой вот Уникальный Ею названы два концерта Вот вчерашний в библиотеке В Люберцах Владимир уже говорил Я живу в обреки И 26 мая Студия исполнительского мастерства Межгород Организовывает концерт В поддержку слета Шмальковник Который будет в июне И они решили назвать его Угол зрения подсолнуха Тоже вот строчка из Луферова Сам концерт обещает быть интересным Много интересных людей Будет 26 мая В 19, по-моему, часов В библиотеке 76-й Метро Сокольники Итак, горизонт Метро Сокольники Живу вопреки Слепоте тяготенья земного И мне жаль Те деревья Что навсничь на землю Легли Я себя не устал Подтверждать В длинном списке Живого Мне дышать Не мешает Кольцо Горизонта Земли Но из круг В нем царит Круговая людская Порука Ограниченным зрение Угол Стревоженным Легкий Наш шаг В нем Уютно Я знаю Владельцам Послушно Склоненного Уха И тому Кто шагая Привык не смотреть Куда ставить Машмак Но Поет О другом Мне петух Долком петь Не умея Угареку Поет Не боясь Сковородки Малвы И Мне нравится Что у подсолнуха Так высока И так Жилисто Шея Угол Срения Подсолнуха К солнцу Наклон Головы Мелкий Шрифт Муравьев Мне приятнее Иного Печатного Шрифта А пчелиная Музыка Слащиных Сладкозвучных Мечей И живет Эту жизнь От корней Без подбора Клифта Как разумный Расстратчик Природы И честный Ее Казначей Я Живу Напряки В слепоте Тех Людских Представлений Чья Негласная Цель Вкус Жирнее Прижать К Животу Неразрывному Кругу Вещей Без Особых На До Сожалений Я Подсолнуха Зренье И слух Петуха Предпочту Спасибо большое С днем рождения Виктору Луферу Всех вас Сегодняшний концерт Продолжает Кирилл Григорьев Встречайте его В гордоне АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Это подставочка под ногу. Нужно, чтобы гитару покрепче прижать к животу. Открыть второй блок свой я хотел бы тоже... Продолжение темы надежды, которая осталась в первом блоке. И очень короткое такое послание, что пока есть в запасе две недели, надежда тоже остается. И дай бог, что у нас у всех как можно дольше оставалось в запасе. Ну, хотя бы, хотя бы две недели. Мой март на все латынь Меня ругает, бубнит весь день Водой по водостокам Мой март, ты сам учитель бестолковый Боюсь, из нас двоих не выйдет толком Куда-сюда Вода шальная мчится Две женщины Мне голову морочат Одна из них да головокружение Другая Отпускать меня не хочет Отпускать меня не хочет А вот тебя Ничего здесь не удержишь Но есть у нас в запасе две недели Давай Давай напишем два письма коротких Я не успел Я не успел за долгий срок метельный И мы с тобой Опустим эти письма В небесно-синий ящичек почтовый Он здесь висит давно Но почему-то Он каждую весной совсем как новый Бубнит Весь день Вода А вот да сколько Бубнит Весь день Вода А вот да сколько Бубнит Весь день Вода Второй блок Он такой более задумчивый Размышление обо всём Ну а размышлять дольше всего можно только о жизни Потому что жизнь очень долгая Такая скоротечная одновременно О, жизнь, о, нескончаемая нить О, жизнь ты коротка, как анекдот Высок и глух у вечности забор И только на стеж створке у ворот Высок и глух у вечности забор И только на стеж створке у ворот А в тех воротах виден старый сад К саду беспечный раздаётся смех Но стоишь никого не выпустил назад Хотя туда добряк впускает всех Но стоишь никого не выпустил назад Хотя туда добряк впускает всех Да он и ни при чём Ведь тот, кто в сад войдёт Тот даже не оглянется назад Наверно потому, что в старом том саду Забвеньем яблоки налитые висят Ну что ж значит так Жил-был один чудак однажды в сад Ему пришлось шагнуть Там рвали яблоки отец его и мать А в этом не было чудачества ничуть Так, здесь ещё эксперимент Немножечко дольше здесь этим сделаем У меня недавно появилась на окне фиалка, которая спас от смерти, посмотрев на ютубе, как это делается. А теперь я каждый день наблюдаю, как растет листочек. Я такой прихожу весь уставший после тяжелого дня домой. А листочек подрос на полмиллиметра. Ну, еще на полмиллиметра. Он никуда не спешит, в отличие от меня. У Виктора Альхипича было очень много таких песен в репертуаре, которые были посвящены тому, да. Буквально, что называется, смотреть, как трава растет. И вот из этих песенок я сейчас парочку спою. Дольше на сцене только пока Далусей настраивался. Даже минут по пять. Распелся соловей в зеленой роще лета. Отплатиться ему лист вырезанной монетой. За то, что в этот свист в узор замысловатый. Он вплел гербарь и трав, а в полдень запах мятый. Прогулка в день такой прекрасней всех прогулок, прогулок, прогулок. И мне куст бузины подарит сотню дудок. Я изнутри ствола, ножом раскрытым вы, но глушащий везук сырою сердцеви. И буду в дудку дуть, занять я нет важней. А тот, кто из земли все травы выдувает. Он тоже шутит, но серьезней, что бывает. Кричишь ему, постой, насквозь продуешь лето. Не слышит увлечен, да что уж там, да где-то. И лишь пунктир стрекоз, и бабочек мельканье. Вдруг выявят его свободное дыхание. И если я срастусь губами с бузиною, Вся жизнь моя пойдет совсем иной тропою. И я войду в тот мир, ведь я мечтал об этом, Где легкий листарьи ценней любой монеты. Там братом двойником, неотступной тенью, Я лягу нец в корнях никчемного растенья. И будет мучить вас, что слышится вам где-то. Бесхитростный мотив зеленой дудки лета. А это бузина, буза, буза, дудка моя. Поет, что жизнь серьезнейшая шутка, шутка. А это бузина, буза, буза, дудка моя. Поет, что жизнь серьезнейшая шутка, шутка. Шутка, шутка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Справа ангел, слева бес Что покой нам или буря, звезды нам укажут путь Мы лазутчики лазуем, расшифровщики небес Завершая новый круг Подчиняясь высшей воле Воду и огонь пройдем, прорастем на диком поле Без печали и без мук Час пробьет душа твоя Вырвется из лжавой клетки С высоты небес земля Зеленец на тонкой ветке Древней ветке бытия Память ниткою живой Дни сшивает воскрешая Позабытые давно Детство лука, скола края Подуванчик золотой Я не знаю, много есть таких людей на свете или нет Которых именно Виктор Ахипович Луферов Познакомил с творчеством группы Лет Зепплин А я один из них Я ничего не знал Серьезно, это правдивая история Ничего не знал про лестницу в небо Пока не включил оранжевый диск И оранжевый диск такой тишина А что это за красота? Это Луферов? А, оказалось нет Вот Ну у него тоже есть лестница в небо И вообще он объяснял, что это взятое из книги бытия Из 28 главы Также я узнал про книгу бытия примерно И не только про дар Очень много интересного получилось из одной песни Думаю, а почему бы не спеть хорошую песню? О, суета дней наших кратких Груда сырой неподатливой глины Сколько их замыслов в разных тетрадках Так и осталось перечнем длинным Дравние замыслы лестницы в небо Стала чужда ваша юная брыть Тем, кто решил, что питья или хлеба Можно без вас на земле раздобыть Делай свистки, продавай на базаре Слепы прокормишься, кто ж укорит Жизнь пролетает дымом пожара Твой же свисток тебе вслед просвистеть Так, что не в хлебе насущном тут дело Кто ж нынче голоден, спит под дождем Только не зря в старой песенке пелось Есть их жатин и сгораемый дом В жизни непрочной, недолговечной Многих манил этот вечный приют Только не всем поперечным и встречным В этом приюте угол дают Там не считай того, сколько хлеба Было в пайке, нет иной там расчет Тот, кто построит лестницу в небо Тот не сгораемый дом и войдет Каждый из нас суеты своей глину В круге житейском внет день за днем Каждый по-своему гнет свою спину Каждый печется о доме своем Но постепенно за всей маятою Обозначается жизни итог Слепок всей жизни прожитой тобою Лестница в небе и свисток Завершись я на свой второй блог Хотел бы мистической уже песней Фантазии про меня, черта и цыгана Как-то раз в тоске все решил Пора покупать билет Дорогой билет, дорогой подать На тот самый свет Да на что купить по карману, черт Покати шаром Только помянул и черт тут как тут Крутанул хвостом И забормотал, черт это поймешь Как рассыпал ртуть Мол, поможет, если слово дам его В песне помянуть Обещать легко, черт цветком расцвел Обнимать по лесу Скинь, я как будто вдруг Ночь заганский добр Дальний темный лес Разначавший без сам себе И плеть, и седло, и конь Значит, стойте, ганам Серебре, светло Из-под копыт огонь Слышу, как поешь Добольник, он хорош Штапор, заришь Айне Только плетью тронес Под копыт огонь Степься подпалишь Айне Степься подпалишь Штапор, заришь Объем по рукам Айне Я цыган, не вор Обмен, не обман Я в обмен отдам Айне Нож кривой За плеть За плеть За седло Вина И на За коня Шатер Да, в придачу Дочь Так Смуглую Как Ночь Был Цыган Хитер Айне Молод был А что мне терять Я ведь без гроша И шалей цыган И валей цыган Дочке небось Хороша Тут он протянул Мне кувшин с вином На Глоток Попробуй Будешь петь Плясать Меня вспоминать До самого Гроба Я глотнул вина Я цыган Пустой А где остальное Из тумана вдруг Месяца блеснуло Лезвие кривое С века чертом прыг Только Ковский Вскрап Только Свист Да Топ Только Ночь Да Месяц Да Небес Шатер Да Цыган Хоха Я Три ночи Бил Тот Нож В реке Допил Под Шатром Небесным Спал Да Метреную Ночка Цыгана Дочь Крепко Обнимал А цыган На боли Ищет ветра В поле Да черт С ним Пусть Скачет Черт С ножом Шатром Только Дочку Жаль Обо мне Быть Может Плачет Что Цыган Что Черт Им Один Почет Хороши Как Говорится Опа Я неплохо Буду петь Плясать До самого Гроба Отхлебнув Вина Вспомню Одного В песне Помяну Другого А про тот Билет На тот Самый Свет С тех Пор Никому Не Слов А про тот Билет На тот Самый Свет С тех Пор Никому Не Слов Спасибо Друзья Друзья Прежде чем Я приглашу Прекрасного Всполнителя Я еще Несколько слов Скажу Который Завершит Второе Деление Я еще раз Хочу Чтоб Мы Поблагодарили Льва Викторча Кузнецова За его Аплодисменты Спасибо огромное Всем результатам Которым Нашли Время И возможность Принять участие В этом концерте Сейчас на сцену Выйдет Максим Попов Он приехал Выступил в другом концерте И Его ждет дома Семья Вообще Он руководит Массой Коллективов Ведет Вокальную школу В ЦАПе В центре авторской песни Руководит Хором ФСБ МВД ФСБ Банамо ФСБ Ну это не важно Ну в смысле Это важно конечно Это очень крутой музыкант И давайте его встретим Аплодисментами 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 в Омске, откуда я сам родом. Я был на его концерте, где он с полным арсеналом всевозможной сфере стелки, знаменитая его коса и его бешеная энергетика, которой хватало на многотысячный зал. Там я его впервые увидел, запомнил. И когда я переехал в Москву, чтобы учиться дальше уму, разуму и музыке, я попал сразу на вечер, где были сборы, соответственно, для того, чтобы поддержать здоровье Виктора Архиповича. А второй концерт был уже памяти. И так случилось, что я побывал у Катя, если можно так сказать, да, у Катерины дома, у супруги. Мы общались, я искал глазами жадно гитару Виктора Архиповича и не нашел. Мне рассказали историю, что, оказывается, он ее оставил на чьих-то поминках. Какой-то был хороший поэт, где он был очень не согласен с тем, как это все проходит весело. И он взял и эту гитару там оставил об стол. Так что памяти и дню рождения начну вот с такой штуки. Подмаят ник часов, и я в угол из угла шагаю, господин, и сам себе слуга. А в доме крепко спят, присяду у окна, как стертый медный грош блеснет в окне луна. Услышу сердце хруст, хруст с белого стручка, и снова тишина. Хоть заводи сверчка, возьму и заведу. И пусть поет, поет про старую любовь, что боль о сердце жжет, как стертый медный грош. Да, песенка стара почти не отличить ни решки, ни торла. Но если стерт все, но если все прошло, то чего скажи, так сердце обожгло. мне не вдомек сверчок, покуда пел, что это уголек из печки отлетел. Вот и хорошо, что распалил он дом, но все равно сверчок, давай-ка отрубь он. Да, такие необычные песни, я их редко пою. Для меня Виктор Хрючев такой, знаете, да и предыдущие, ораторы подобное же тоже испытывают. Сложный, сложный автор со своей, не побоюсь, все-таки черной энергетикой, блестящей черной энергетикой. И вот такая не черная песня. пусть 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 за то, что скажу, не сносить головы, пусть твоей не следит ни единого волоса. Хорошо тьму ночей освещать в две свечи и любимый мотив напевать на два голоса. жаль, жаль, что этого ты не сумела понять, оставляя меня одного в один ночи стоять. Что ж одно к одному значит время пришло не по имени звать, а по имени отчеству. Вдруг представилось мне, что вперед на сто лет наша жизнь в трафарет фотографии вставлена. Долги верить наших поступков и слов как на свечке нога в металле окалина. Но высокое пламя мы ценим в свече и доверие в словах неминимую двойственность. И окалины слой не заменит металл, душ родства не подменит случайная родственность. Что ж одно к одному лепит жизнь нашу жизнь и к застрюхе гнездо и к отечеству отчисто. Облака к небесам и разлуку к любви и к древесным стволам селестой одиночеством. гнездо 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 а за каждым из нас право выбора есть с кем гореть две свечи и с кем петь на два гнездо 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 уже знав несколько песен Луферера побывав у него дома действительно запахи следующей песни как-то там очутились редкий романс вообще так случилось что романс не очень люблю но вот этот навсегда в моем сердце я вашу жизнь как в дом чужой вошел но все мне здесь до странности знакомо опять сквозняк очнет на окнах синий шелк и валерьянкой повеяла и рома и я не видим и словесен как сквозняк скляжу по комнатам былое вспоминая я на минуту к вам случайно просто так взглянуть на вас а выйти как не знаю я на стене подвяжусь в чужой портрет взгляну в окно багряная аллея ему вы скажете укутавшись в свой блед опять сквозняк закрой окно плотнее я вам хотел сказать как в прочих все пустяк от сквозняка цветы не увидают я на минуту смех сверель смех сверель стоя за сумасшедших листьев старей все меньше в вашем доме сквозняка все глубже осень все прозрачной дали а ваши пальцы бродят в виска как будто бы вы что-то потеряли бродят в виска бродят в виска бродят в виска нет ни из тех кто тайком любит в мед добавлять дегтя советчик мой был из племени честных людей слушай сказал он друг чем так плохо играть лучше тыквы растить или пасти свиней я рассмеялся хлебом славы какой никакой быть на последних ролях провинции я не смогу тыквы мои должны размером поспорить с луной свиньи как скопище туч различься должны на луну но чтобы вкус моих тыкв стал знатоков восхищать или чтоб мясом свиней мне накормить всю страну нужно всего себя новому делу отдать нужно ему посвятить жизни хотя бы одну а случится что там плохо дела пойдут скажет мне бахчет или откорбщик свиней в нашем родделе нужен ли особый талант и труд так что играй как играл брат на гитаре своей так что колокол покров если ослабла скуна дальше пойду как и шел узкого грифа тропой именно в тех проявках вышелтеет луна и преграждают путь век ищительной стальной именно в тех проявках вежбер с кастальской водой вечно зеленый лар манит пропадой ветвей и по дороге туда господи 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 Претензий нет к тем, кто не так, как и я На белом свете живет, время прощаться Прощай, добрый встречик мой Но был я на побегушках своих же сомнений, теней А по дороге туда, Господи, Боже мой Не растеряйте, жаль, бисер оставшихся дней Временно в тех краях, как выжгал с Кастальской водой Вечно зеленый лавр манит прокладные ветви А по дороге туда, Господи, Боже мой Не растеряйте, жаль, бисер оставшихся дней Отрадно, что такой вечер существует Замечательно, что с нами Виктор Архипович До новых встреч, спасибо Друзья, всем спасибо, что вы пришли По-моему, был прекрасный концерт Спасибо Аплодисменты 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 Аплодисменты